Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и в этих видео я отвечаю на ваши вопросы о самых интересных аспектах грамматики и лексики русского языка. Это видео возможно благодаря моему клубу Русская Дача, потому что так много позитивных и мотивированных людей каждые пять дней получают мои видео и подкасты благодаря им, а вы можете смотреть эти видео и читать блог. Сегодня у нас ещё один вопрос от Лор. Спасибо, Лор. Это какая разница между словами слева-справа и налево-направо? Слева-справа, налево-направо. Я хочу ещё добавить, то есть плюс сделать. Это слова впереди-сзади и вперёд-назад. Значит, слева-справа, впереди-сзади и налево-направо, вперёд-назад. Какая разница между этими словами? Может быть, вы знаете, подумайте, подумайте. Как вы знаете, дорогие друзья, в русском языке очень важна идея движения. Движение – это когда мы идём или не идём. И эти две группы слов, они работают по этому принципу. Когда у нас нет движения, нет движения, мы не идём. Это слева-справа, впереди и сзади. Например, у меня слева растение, и справа у меня шкаф. Слева стоит растение, справа стоит шкаф. Впереди у меня моя камера, и сзади у меня стоит шкаф. Сзади у меня стоят полки. Это справа сейчас, слева-справа, впереди и сзади. Впереди или спереди? спереди, впереди, сзади. Но когда у нас есть момент, идея движения, то есть я иду или я что-то делаю с этим, то работают другие слова. Налево-направо, вперёд-назад. Налево-направо, вперёд-назад. Например, мы можем сказать, посмотрите налево. Посмотрите, есть идея движения. Это только наши глаза, но идея есть. Посмотрите налево, посмотрите направо. Или мы шли прямо, и потом пошли налево. Пошли, движение. Я бежала прямо, и потом пошла направо. Если, например, у меня моя камера, и я хочу её двигать, я могу её подвинуть вперёд, вот, чуть-чуть подвинуть вперёд, и потом подвинуть опять назад. Вперёд-назад. Я двигаю вперёд, двигаю назад. И интересный момент, как интересно. Например, вы вместе с подругой гуляете, и вдруг подруга вам кричит, например, назад-назад-назад. И если она говорит назад, вы понимаете, что я понимаю, что я должна идти назад, я должна что-то сделать, я должна назад. Но если подруга кричит сзади-зади-зади-зади, это значит, что-то там есть сзади. Я сама не должна туда идти, я должна посмотреть, что-то там. Если она кричит назад-назад, моя реакция это так. Если она кричит сзади-зади, моя реакция так. Или если, например, у нас какой-то конкурс или спортивное соревнование, то есть спортивный конкурс, обычно мы будем говорить спортсменам вперёд-вперёд, то есть иди вперёд. Ты должен, ты должна движение вперёд. Вперёд-вперёд-вперёд. Мы не говорим впереди-впереди. Это значит, там что-то есть, и они должны посмотреть что. Вперёд. Я надеюсь, что вы поняли. Когда мы говорим справа-слева, впереди-зади, или спереди-впереди-спереди, значит, что что-то там или мы где-то, и мы не идём. Обычно это вещи, мебель, но тоже люди. Когда мы говорим направо-налево-вперёд-назад, есть идея движения. Вперёд, к победе, то есть идите вперёд. Посмотрите направо, посмотрите налево и так далее. Вот такая нетрудная тема. Пишите, пожалуйста, ваши примеры. Если что-то будет неправильно, я исправлю, то есть подкорректирую. Спасибо, что смотрите мои видео, слушаете подкасты, читайте мой блог. До скорого! Пока-пока!